МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарный мастер-класс для школьников прошел в Доме культуры Буревестник. Бывает мы делаем поделки, бывает еду, бывает что-то вообще невероятное. И снова ярмарка видом. У кинотеатра «Искра» можно купить продукты и различные товары непосредственно от производителей. Мало я покупаю, много я покупаю, они обязательно подарочек дадут. В жилом комплексе первый квартал открылся детский сад на 280 мест. Аналогов ему в Ленинском округе на настоящий момент нет. На торжественном мероприятии побывал Дмитрий Книга. Еще один детский сад появился в 6-м микрорайоне. Новый корпус дошкольного отделения Видновской школы номер 11 открылся в жилом комплексе первый квартал. Каждый маленький житель Ленинского городского округа хочет получить достойное образование. А в стенах нового детского сада, который выполнен в таких необычных тонах, серых цвет – это цвет благородства и спокойствия, желтый цвет – цвет радости и творчества. Я думаю, что реализуем все наши мечты и мечты наших детей. От других детских садов его отличает необычное архитектурное решение – кирпичный фасад, атриумный холл, зона с амфитеатром. Детские площадки все выполнены в натуральном дереве, в натуральных экологически чистых материалах. На территории детского сада присутствуют беговые дорожки и спортивные объекты в виде небольшого футбольного поля для ребятишек маленьких, а также настоящие грядки, чтобы дети могли высаживать там растения, развиваться и смотреть, как они растут. Предварительно осмотрев дворовую территорию с площадкой для игр и зэкоматериалов, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко приняли участие в церемонии открытия. Для почетных гостей провели экскурсию по зданию. Сначала заглянули в одну из игровых зон, которая легко трансформируется в зону отдыха. Затем посетили кабинеты детского психолога, логопеда, спортивные и музыкальные залы. Мы посмотрели наполнение, внешнее которое на улице, которое здесь, повторюсь, аналогов я не видел. Это все очень функционально. И очень надеемся, что это задаст новый стандарт качества для социальных объектов, которые будут у нас возводить. Впереди еще в данном микрорайоне у нас школа. Я думаю, что все ожидания наших жителей будут выполнены. Я очень рад, что наши мамы и папы будут чувствовать однозначно спокойно себя, зная, что дети находятся здесь в комфортных условиях. Счастливые родители, переступив порог учреждения, которое станет для их детей вторым домом, были приятно удивлены увиденным. Детские площадки очень интересные, дизайн вообще, в принципе, помещение очень интересный и классно. Детский сад полностью укомплектован педагогическим составом и уже в ближайшее время заработает на полную мощность. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. В школах каникулы и самое время научиться чему-то новому. В Доме культуры Буревестник для школьников провели кулинарный мастер-класс, где ребята научились делать конфеты своими руками. Более подробно в следующем сюжете. Чем заняться на каникулах? Например, можно научиться готовить десерт. В Молоковском Доме культуры Буревестник провели кулинарный мастер-класс для школьников. Для того, чтобы ребята почувствовали себя настоящими поварами, им раздали фартуки и перчатки. А вот поварские колпаки дети сделали самостоятельно из бумаги. Я просто люблю все мастер-классы. Я люблю готовить, и поэтому я сразу сюда записалась, подругу записала. Поэтому я сюда и пришла. Участники мастер-класса приготовили конфеты под названием кейк-попс. Рецепт очень простой и напоминает пирожная картошка. Нужно смешать крошку печенья с мягким сливочным маслом и добавить сгущенное молоко. Готовые конфеты необходимо украсить разноцветной сахарной посыпкой. Детям понравился сладкий десерт. Немного страшновато, но вообще в первый раз можно пробовать. ДК «Буревестник» для ребят на каникулах и не только проводит много интересных занятий. Каждую каникулярную неделю у нас разнообразные мастер-классы и кулинарные, и дети занимаются шитьем и изготовлением мыла. Самые разнообразные мастер-классы проходят в нашем Дом культуры. Я очень рада, что у нас есть Дом культуры «Буревестник». Мне очень нравится здесь заниматься. Тут часто проходят такие вот мастер-классы. Бывает мы делаем поделки, бывает еду, бывает что-то вообще невероятное. И я очень люблю ДК «Буревестник». Напомним, что записаться на понравившийся мастер-класс, а также на любое другое занятие можно на сайте Дома культуры «Буревестник». Юлия Штаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Все для здоровья и спортивного образа жизни в Ленинском округе в одном из густонаселенных жилых районов открылся новый фитнес-клуб. Три с половиной тысячи квадратных метров, где собраны самые современные и передовые тенденции мировой спортивной индустрии. Только линии как групповых программ насчитывает более 50 часов в неделю. Поздравить жителей с открытием нового фитнес-клуба приехали первые лица муниципалитета. Наш город любит спорт и у нас много спортивных традиций, поэтому мы всегда рады и очень ждем, когда открывается новая вода для спорта, когда открываются новые залы. А сегодня команда молодая, спортивная, преданная спорту команда открывает вот этот спортивный центр. Сегодня мы понимаем, что не только тама надо строить, но досуговые, культурные, спортивные, развлекательные центры. И вот с этой задачей он и его друзья справились на отлично. Среди учредителей клуба известные баскетболисты Тимофей Мозгов и Никита Шабалкин. После большого спорта они ушли в бизнес и открытие фитнес-клуба стало логичным продолжением их карьеры. Мы закончили со спортом, искали какие-то новые идеи, чем-то надо было заниматься. А здесь было поле непаханное, и мы решили, в общем, это поле непаханное скопать, скопали, и вот у нас прекрасно получилось. Сейчас все ребята с этих поселков, все к нам едут, все тренируются, и все нам огромное спасибо говорят. Просторное помещение с самым современным оборудованием. Есть зона для силовых и кардиотренировок, зал для кроссфита и клуб смешанных единоборств, а еще бассейн. И, конечно, баскетбольная площадка. Рассчитана она на детей, которым здесь уделяют особенное внимание. Маленькие клиенты клуба делают первые шаги в фитнесе под чутким руководством тренеров, имеющих специальное образование и соответствующий опыт. Около кинотеатра «Искра» работает ярмарка «Золотая осень». Производители из разных регионов страны вновь привезли свою продукцию, чтобы видновчане могли приобрести качественные товары. Юлия Стаферова присмотрелась ценам. Несмотря на холодную погоду, на ярмарке «Золотая осень» много народа. Продовольственные павильоны, палатки с промтоварной продукцией. На ярмарке представлены разнообразные товары. Много фермерских деликатесов. Мы представляем наши колбасы со Смоленской области. Причем это действительно настоящие фермерские колбасы. Можете обратить внимание, видите, на каждой колбаске написан именно фермер Логинов Олег Николай. «Большая часть колбас делается исключительно вручную и даже по той же самой Балыковой видно, что полностью мясо». «Стаска хватит?» «Да, и петрушки». «Петрушки». Производители из регионов России здесь имеют возможность реализовать продукцию, которую выращивают. Объем товаров позволяет в полной мере обеспечить население картофелем, овощами, фруктами, мясом, молочными продуктами и много чем еще. «Вот кофточку купила, очень хорошую, тепленькую. Дорогая, но хорошая. Так что, альпака, альпака кофточка. Так что девушка тоже очень вложительная, предлагает. Так что, вот видите, какая красивая кофточка. Очень теплая. Так что, живу здесь сначала гордо, расторгула». Расположение ярмарки удобно для видовчан и позволяет за короткое время приобрести широкий ассортимент сельскохозяйственной и продовольственной продукции. А доброжелательные продавцы помогут ее выбрать и даже сделают приятный подарок. «Лимончик я вас угощаю». «Мало я покупаю, много я покупаю. Они обязательно подарочек дадут. Без этого не отправят, не отпустят. Точно. Большой, хорошего дня и здоровья вам желаю. Не болейте. Счастливо вам». Фермеры уже не первый год привозят свои товары. У каждого есть свой покупатель. «Это белый груздик. Это белый груздик мохнатый, сырой. И белый груздик сухой». Здесь представлены такие продукты, которые сложно найти в магазине. «Мы представляем Архангельскую область, Красноборский район. Вся у нас продукция натурпродукт, то есть включила вода и специи. Можно все попробовать. У нас очень вкусные грибочки. У нас фермерство небольшое, но мы боремся за качество, а не за количество. Поэтому здесь безумно все вкусно. Абсолютно. Здесь просто ключевая вода. Все это делается в деревушечках, засаливается в бочечках. Выдерживаем, все вымываем. Над каждым грибочком боремся. То есть есть и сухой, и соленый. И также еще представляем кубанские соленья. У нас очень вкусные. Также в самой бочечке есть необычные соленья. Это все домашнее, чтобы человек пришел, попробовал и насладился именно вкусом натуральной здоровой пищи. Богатый выбор натуральных и качественных товаров не заставит пройти мимо. Ярмарка будет работать до воскресенья включительно. Порадуйте себя покупками. Стартует открытый конкурс для одаренных детей и подростков «Литературный дебют». Конкурс организован централизованной библиотечной системой Ленинского округа и проводится при содействии Союза писателей России и Московской областной организации Союза писателей. Участвовать могут дети и подростки в возрасте от 6 до 13 лет. Конкурс по двум номинациям «Поэзия» и «Художественная проза» участвовать можно сразу в двух номинациях. Работа принимается до 30 ноября 2023 года. Положение о конкурсе и форму заявки можно найти на сайте Центральной районной библиотеки. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!